В минувшие выходные Нижегородскую область потрясла новость о чудовищном ДТП, в котором погибли молодая семейная пара и их двухлетний ребенок. Водитель фуры не справился с управлением и вылетел в лоб Шкоде, в которой ехала семья с двумя детьми. Водитель грузового автомобиля выбрал несоответствующую скорость при прохождении поворота, в результате чего больше груз занесло на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем. Удар был такой силой, что легковушка в одну секунду превратилась в груду искореженного металла. В иномарке находилась молодая семья из Арзамаса, они ехали в Ордатов. За рулем сидел 34-летний Дмитрий, рядом его 33-летняя супруга Светлана, а на заднем сидении их сыновья 8-летний Максим и двухгодовалый Владик. В аварии выжил только Максим его мама, папа и младший брат погибли на месте. Сразу после аварии Максима доставили в больницу. Он получил открытые переломы обеих бедренных костей, перелом ноги. Для мальчишки, который мечтал стать звездой футбола, это тяжелое потрясение, но оно не идет ни в какое сравнение с потерей всей семьи. Сейчас, по словам медиков, состояние Максима стабильное, он в сознании уже дает показания следователям. Однако о том, что он потерял всю семью, мальчику пока не говорят. Он еще не знает, что у него родителей больше нет. Он думает, что их на другой скорой забрали, и они тоже в больнице. Он спрашивает, когда меня папа заберет, рассказал родственник мальчика Илья. Знакомые семьи рассказали, что дальнейшим воспитанием Максима займутся его родственники бабушка, тети и дяди.